Эксперт назвала главный минус идеи обложить зарубежные посылки единым сбором. Предложение Ассоциации компании интернет-торговли, АКИД, которая объединяет крупных российских ретейлеров, обложить единым сбором зарубежные посылки, не решит проблему конкуренции, а, скорее всего, увеличит стоимость товаров для конечного потребителя, рассказала известием ЗВЛаборатории развития налоговой системы научного направления макроэкономика и финанса Института экономической политики Гайдара Натальи Корниенко. Ранее 30 апреля коммерсант сообщил, что АКИД направила вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку письмо с предложением исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% со всех трансграничных покупок. Позднее в этот же день Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть это предложение, пишет ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джоса. Таможенные споры, на чем попадаются контрабандисты, специалисты о запахе денег, наварю нарушителей и драгоценностях в укромных местах. Из предложения КИД непонятно, кого же все-таки они хотят обложить этим единым сбором конечного потребителя или иностранные интернет-магазины, обратила внимание Корниенко. «Если речь об увеличении нагрузки на потребителей, то есть опыт Швеции, который говорит о том, что государство, потратив большие деньги для выстраивания и администрирования подобной системы, скорее всего, получит отрицательный результат. Расходы будут выше, чем получаемые доходы», отметила экономист. «Для того чтобы иностранные интернет-магазины заплатили в России такие же налоги, какие платит отечественный ретейл, для этого они должны встать здесь на налоговый учет или как минимум для этих интернет-магазинов необходимо ввести процедуру НДС-регистрации. Но этих магазинов тысячи и обложить их единым сбором не получится», подчеркнула собеседник издания. «Мы, потребители, по большей части имеем дело с маркетплейсами, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц. «Рет. Мы не видим даже конкретного продавца. Получится только увеличить стоимость для конечных потребителей на каждое отправление», заключила эксперт. В свою очередь, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя также раскритиковала идею Акит заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором.